Сквозь слезы аплодировала публика на благотворительном концерте, посвященном памяти погибших в авиакатастрофе в Сочи. Из Москвы передает наш корреспондент Александр Яцентьюк. 20 февраля в Доме культуры МИИ в Москве состоялся благотворительный вечер-концерт во имя жизни, посвященный памяти доктора Лизы и в поддержку детей Донбасса. Нынешнее мероприятие посвящено памяти доктора Лизы, потому что сегодня ей должно было исполниться 55 лет. И проводим мы его в поддержку трех тяжелобольных деток из Донбасса. Двое из них – это дети войны. Знак стремления народа жить в мире согласия и прекращения войны, в которой гибнут дети, в концерте приняли участие артисты и России, и Украины. Среди специальных гостей мероприятия был наш земляк, заслуженный артист России и Якутии Дмитрий Артемьев. Я вот уже 30 лет танцую танцы народов мира, пою, играю и очень хочу, чтобы был мир между народами и чтобы дети, старики не знали, что такое война. Наравне со звездами, такими как Юлия Чечерина, Александр Скляр, Алексей Алексеев и многими другими, выступило несколько детских ансамблей, таких как «Юный Александровц» и детский коллектив из Донецкой Народной Республики города Горловка. На этот концерт специально по нашему приглашению приехала группа детей из Горловки. Обстреливаемые районы, прифронтовой город. Не на один день не прекращается там обстрел и война, но дети занимаются в школе искусства и приехали сюда выступать. Многие не могли сдержать слез, выражая благодарность доктору Лизе и всем погибшим миротворцам. Главной целью мероприятия стало стремление донести до мировой общественности, что все простые люди России и Украины, как и артисты, откликнувшиеся на события, устали от боли и страха и просто хотят мира ради будущего наших детей. Главный идеолог мероприятия Елена Романенко сравнила дело выступающих с героическим подвигом и отметила отзывчивость якутских артистов. Иван Подойницын, Александр Ецентьюк, НВК Саха, Москва.